Всем привет! Очень много матчей сборных сейчас идет. Это и Лига наций, и отборный чемпионат мира в Европе, и в Азии, и в Африке, да, и в Кунг-Кунг-Каф. А есть еще интересный турнир в Южной Америке, тоже на отборный чемпионат мира, да. И там команды рубятся вообще адски. Вот, и конкуренция там высокая. Знаете, я даже немного подумал, что если сборная России оказалась в зоне ко мне не была, то есть это в Южной Америке, да, то сборная России всегда бы занимала последнее место. Что там такие сборные? Мы в Венесуэле проиграли бы, а в Венесуэле там дно нищенское. Боливии проиграли бы, там тоже Боливия дно нищенское. Вот, и мы постоянно были бы на последнем месте. И нам бы Вова говорил, главное, ребятки, Олимпиада. Мама, Олимпиада, я так мечтаю на старости лет, чтобы наши ребятки вышли в финал Олимпиады. Есть! Поставлена задача выйти в сборную на финал Олимпиады. Сука. Вот. Знаете, мне кажется, если наша сборная играла в какой-то зоне Конкакав, да, где там все эти, США, Мексики, Гондурасы, Сальвадоры, да, мы, наверное, и из этой зоны хуй бы вышли. Нам нужно куда-нибудь там зону Океани, где, причем, чтобы из зоны Океани выходила команда, одна команда не выходила ни встык, а из зоны Океани, чтобы три команды напрямую выходили. Чтобы мы играли там со сборной Кокосового берега, там, да, или каким-то там с сейшельскими английскими островами, с Бермудскими островами, вот с островом Кука, да, вот с такими сборными, ну, наверное, наверное, мы все-таки будем играть, потому что Джитти не так заебется, потому что он уже встает постоянно, и анализы крови матчей показывают, что он заебался уже, блядь, ну, заебал-то человек. Вот, вот с этими банановыми республики, я думаю, мы бы выигрывали, выходили от чемпионат мира. Вот, но это так, прелюдия, а теперь к матчу. Сегодня в зоне Южной Америки очень много матчей, и я выбрал один. Почему один? Потому что его вот разлируют по матче ТВ. То есть это матч для тех, кто не спит. Ну, я не сплю там, семья. Я ложусь спать в 6 утра, потому что ночью очень много событий. происходит, да? В 6 утра ложусь и уже просыпаюсь в час дня обычно. Ну, вот. И вот в Южной Америке будет один интересный матч, это матч сборных Аргентины и Урагуая. Матч проходит в Аргентине, матч будет показывать по матче ТВ, можете по телевизору посмотреть, не по-попанике. Вот. Можно ставочки поставить или не поставить. И вот я на этот матч хочу два прогноза делал. Ну, давай сначала к таблице. Что там творится вообще в этой зоне Южной Америки? Вот. Ну, тут, тут, блядь. Тут Бразилия. Бразилия и все остальные, как говорится, да? Вот. Аргентина на втором месте, а вот Урагуая там борется с Колумбой за выход на Читатанг мира. Вот. Ну, в общем-то, матч мутный, честно говорю. Очень мутный. И Суарес играет, и Месси играет, и все нормально. И Деймарея, по-моему, тоже играет. Матч мутный, потому что, может, он закончится счетом 0-0. Вот. И там ставить на победу Аргентины, ну, хуй его знает. Вот. Поэтому надо по статистике походить. Ну, вот я смотрел-то, смотрел, и у меня на этот матч два прогноза. Два прогноза, да? Первый прогноз – это колесо желтых карточек больше четырех с половиной. Пять желтых карточек для этого матча, где будет, в принципе, скорее всего, рубка, где, скорее всего, будет много фолов, это нормальный ставок. То есть, я даже посмотрел по статистике игры этих команд, там между ними очень много желтых карточек. То меньше пяти желтых карточек не бывает. Я думаю, пять желтых карточек будет за пиздер, за нырки, за, там, просто за нарушение. Пять желтых карточек за весь матч для Южной Америки, для матча Аргентина-Уругвай – это нормально. Коэффициент 1,6, правда. Ну, не такой большой. Ну, я думаю, нормально, может поиграть. То есть, количество желтых карточек больше четырех с половиной, за коэффициент 1,6 – это мой первый прогноз. Второй прогноз – это количество аутов больше тридцати с семи с половиной. Кто-то скажет, какие ауты, нахуй они нужны. Мне кажется, там будет много аутов. Почему? Почему? Я вам объясню. Мне кажется, там будет и закрытая игра. Будет дрочива, суходрочка. Будет очень много прессинга. И по-другому, я думаю, аргентинцы… Время, уругвайцы не достигнут какого-либо результата. То есть, у них есть для собственного выигрыша. Задача Уругвая будет в том, чтобы сдержать сборную Аргентины. А сдержать можно за счет прессинга, за счет вот этого дрочилова, за счет мелкого фола, условно говоря, за счет аутов. Ну, то есть, нужно сбивать им темп игры игры. Я думаю, Уругвай этим и займется. Вот, это первый момент. Второй момент, то, что в матчах сборного Уругвая очень много аутов бывает. Очень много. Но у них такая система игры. Очень много. Там буквально по 56 аутов бывает. Вот. И мне кажется, в этой игре будет 38 аутов. А когда 38 аутов, значит, у нас ставочка сыграла. Вот. Поэтому я беру количество аутов больше 37,5. Вот такие два прогноза у меня на этот матч. Повторяю первый прогноз. Это количество желтых карточек больше 4,5. Второй прогноз. Это количество аутов больше 37,5. Смотрим матч. Не спим. Я думаю, будет хороший футбол. Всем пока. Смотрим, obviamente. Продолжение следует...